Добрый день, друзья и подписчики канала Гриша из Брисбена с очередным видео, где всё идётся без редактирования, без монтажа и говорим только правду. Сегодня я хочу поговорить о кофе. Когда же пить кофе? Кто его не пить? До того, как я начну, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И также хочу напомнить это видео из серии и, поверьте мне, я не доктор, я не доктор, не будет никаких на этом канале медицинских советов. Доктора прекрасные люди, они делают, дают нам диагноз, и они его лечат. Они не следят за нашим здоровьем в основном. Я создал этот канал, чтобы дать людям знаний, которые они могут взять и помочь себе предотвратить ухудшение их здоровья. Но сегодня будем говорить о кофе. Начнём с того, когда кофе не пить. И почему? Давайте начнём сначала. Когда мы в основном пьём кофе? Мы просыпаемся утром, чувствуем себя сонными и тянемся за кофе. Это самое плохое время пить кофе. Почему? Потому что мы должны понять, что такое механизм, когда человек просыпается, как это всё работает. В нашем теле, когда мы должны проснуться, начинает вырабатываться гормон кортизол. И также, когда он вырабатывается, он подавляет гормон сна, который называется мелатонин. И когда кортизол увеличивается до достаточного уровня, чтобы мелатонина не стало больше или стало совсем мало, мы просыпаемся. Кортизол, как вы помните, я рассказывал, это гормон стресса. То есть мы просыпаемся, и у нас уже есть стресс. То есть не зависит, просыпаемся мы в будильнику или просыпаемся мы натурально, мы просыпаемся со стрессом в организме. Если вам не хочется ещё больше стресса, не тяните за чашкой кофе сразу, как вы проснулись. Дайте себе время проснуться, умыться, я не знаю, покушать завтрак и потом выпить кофе. Кстати, насчёт завтрака. Не пейте кофе с завтраком. Почему? Потому что, когда мы просыпаемся и начинаем кушать завтрак, наше тело очень чувствительное к продуктам. И всё, чтобы мы не съели, поднимет уровень сахара в крови, выкинет колоссальное количество инсулина, и всё это будет сохраняться как жир. Если вы будете пить кофе, вы добавите стресса в то, что уже есть, и тогда ещё больше выкинет сахара в кровь, ещё будет выше уровень инсулина, и будет тяжело сбросить весь, даже если вы будете кушать меньше, чем вам нужно. Вы спросите, когда же лучше пить кофе? Кофе лучше всего пить, если вы кушаете завтрак, где-то полчаса-час после завтрака, когда уровень инсулина и сахар начинают понижаться, либо если вы встали и не кушаете завтрак, примерно через полчаса-час после завтрака встали. Также, когда нужно прекращать пить кофе, неважно, чувствительный вы к кофе или нечувствительный вы к кофе, кофе как химический элемент одинаково действует на всех. Он будет понижать уровень мелатонина в крови. И действие кофе, так называемая половина жизни, это тогда, когда элементы действия работают наполовину, половина жизни кофе 6 часов. О чём это говорит? Это значит, что в тот момент, после того, как вы пили кофе, кофе действует, конечно, меньше, меньше и меньше, но оно будет действовать в вашем организме от 10 до 12 часов. То есть, к примеру, если вы ложитесь спать часиков, я знаю, в 10 вечера, я бы сказал, постарайтесь не пить кофе после 12 часов дня. Это вам поможет легче заснуть и лучше спать. С этим разобрались. Также я присоединил эту вот этикетку. Я опять-таки не знаю, в каких странах, где люди что покупают, но если вы пытаетесь избавиться от сахара и вы кладёте в кофе сахарозаменители, я присоединил этикетку, которую сахарозаменительный, который я купил в местном магазине. Дело в том, что нужно смотреть не только на рекламу, что вы покупаете, а ещё на так называемые составляющие. Почему я начал эту тему? Потому что есть три сахарозаменителя. Я сниму отдельное видео о сахарозаменителях, которые не противопоказаны, не влияют на наше здоровье плохо. Это стивия, монгфрукт и ретрит. Монгфрукт самый сладкий. Второй по сладости будет стивия. И третья сладость, которая приравнивается одно к одному, это ретрит. И так как в Австралии очень тяжело в магазине купить монгфрукт, я увидел на полке стивии и купил баночку стивии. Принёс домой. И когда открывал, заметил этот вот составляющие. Вы прекрасно понимаете, что в составляющих по закону должны писать от большего количества до меньшего количества по списку. И я смотрю, что первая самая большая составляющая – это и ретрит. К чему это всё веду? То, что я купил как стивию, это стоило как стивия. Мне это стоило ровно в четыре раза дороже, чем если бы я пошёл бы, допустим, на Амазон, где я покупаю большинство своих продуктов, которые я могу покупать онлайн, и купил бы и ретрит там. Поэтому я поставлю линки внизу, где я покупаю свои подсластители. Если вам интересно, если вам интересно понять, что где, читайте, пожалуйста, составляющие своих продуктов и не делайте ошибки, как я. Если вы считаете, что вы можете научиться моим ошибкам, просто нажимайте на линк и покупайте на Амазоне. Там будет чистейший продукт за маленькие довольно-таки деньги. Большое спасибо за прослушивание. Если вам понравилась эта тема, вам интересно её ещё обсудить, пишите в комментариях, что хочется обсудить. Если что-то было непонятно, хочется, чтобы я ещё раз рассказал. Спрашивайте, давайте обсуждать. Большое спасибо за просмотр. До следующего раза. Гриша. До встречи.